Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие именинники, после грехопадения Господь Бог не забыл человечество. Господь дал закон, Он приставил к нам ангелов-хранителей, Он посылал пророков, возвещающих правильный образ жизни и путь спасения. Пророки, особенные люди, по-еврейски невиим или уста Божии, это люди, близкие Господу по состоянию сердца своего, горячие в вере, которые дерзновенно и смело говорили правду и высоким, и худородным, и богатым, и бедным. Пророки могли быть из разной среды, разного образования, разного происхождения. Мог быть пророком сын пастуха, а мог быть пророком сын священника или сын царя. Не это их объединяет. Все пророки – это люди, которые слышали внутри себя голос Божий, говорили от Его имени, дерзновенно возвещали истину и говорили о будущем. Сегодня Церковь совершает память одного из пророков Ветхого Завета. Звали его Осия. Имя его означает «спасение». Жил он в IX веке до Рождества Христова. Почти за тысячу лет до Рождества Христова происходил из колена Иссахарова. И одновременно с ним в это время жили в Израиле пророки Исаия Михей. Святой Осия много говорил в своих пророчествах, и есть в Библии книга этого пророка, о том, что нет правды на земле, что судьи и вельможи совершают суд за взятки, что дух блуда и пьянства ввел их в заблуждение, и они не могут обратиться к Богу, потому что сердце их занято подарками, напитками и развратом. В этих подобных выражениях Осия призывал людей к покаянию, к исправлению жизни и угрожал будущими казнями. В частности, его пророчество говорит о будущем плене ассирийском. Он много говорил о Христе, но прикровенно. Его слова, слова его пророчеств, говорят о воскресении Христа в третий день, на что ссылается апостол Павел в своих посланиях. Он говорит пророчески о том, что смерть будет попрана. Смерть – где твоё жало? Ад – где твоя победа? Эти слова использует также апостол Павел в своих посланиях. Несколько его пророчеств вошли в Новый Завет в ткань священного текста Новозаветного, и церковь почитает его как проповедника Христа до Христового пришествия. Наверное, лучшим способом почтить этого человека в настоящий день будет взять дома священную книгу, Библию и прочесть из неё несколько глав или целую книгу пророка Осии, поскольку сегодня его день, и так мы почтим его наилучшим образом. Кроме носящих это имя, мы сегодня рады поздравить с Днём Ангела Андрея, Александра, Кузьму, Демьяна, Лазаря и Антона. С Днём Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова